Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Многие семейные пары в нашей стране хотят усыновить ребенка. Однако процесс усыновления чреват множеством сложностей. Это и многочисленные проблемы усыновления, и удочерения детей. И часть из них связана с законодательством. Часть имеет другие причины, но ко всем этим проблемам нужно быть готовым, если вы твердо решили усыновить ребенка. Сегодня я хочу поговорить с моими гостями на одну очень важную и сложную тему «Приемные дети и приемные родители». Как правильно подготовиться к усыновлению ребенка, с какими трудностями придется столкнуться приемным родителям, и как их успешно преодолеть. На эту тему я сегодня беседую с людьми, которые через все эти трудности и прошли. У нас в гостях Наталья и Александр Медведковы, многодетные родители. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что согласились прийти, откровенно поговорить и ответить на мои сегодняшние вопросы. Тем не менее, пожалуйста, для начала расскажите немного о себе. У всякой истории есть своя предыстория. Что послужило толчком к мысли об усыновлении? Ну, у нас семья была многодетная изначально. У нас трое кровных детей, два сына и дочь. Сыновья по годке, дочка немножко помладше. И я все время, когда смотрела, как играют мальчики, мне все время хотелось подумать, почему у сына есть брат, а у дочери нет сестры. И вот все время смотрела и думаю, вот как бы было хорошо, чтобы у нее была сестренка. Все равно девочки между собой, мальчики между собой. Ну, и вот задумалась на эту тему. Но по состоянию здоровья уже как бы мы не могли иметь больше кровных детей. Поэтому я начала рассматривать разные варианты к тому, что даже проходила и смотрела именно об ЭКО. Обратиться, да? Да, думала, что вот это вот. Когда я сказала мужу на эту тему, он говорит, ну вот смотри, как бы возраст уже к 40 ближе. Никакой гарантии опять ЭКО не дает. Например, вдруг что-то не получится. Получатся выкинутые деньги на ветер. Ну, вдруг что-то пойдет просто не так. Расстроено. Это же ведь все равно настраиваешься, это ждешь, ожидаешь. И получится, и деньги выкинули, и плюс еще себе настолько настроение испортили, что как бы мы этот вариант отмели. Сразу отмели, да. Да, и мы начали рассматривать. Был пример у знакомых. Они взяли мальчика в семью. У них девочка, они вот хотели мальчика, взяли себе мальчика. И я сказала мужу об этом. Вы знаете, как бы, честно сказать, на тот момент я даже не надеялась на его ответ. Потому что, ну, сами понимаете, как бы мужчины, они более вот так вот реагируют, что, ну, а зачем, вот как, будут раздумывать. Но я не скажу, что он прям сразу захлопал в ладоши. И он, ну, какое-то время взял паузу, думал. Он мне сразу сказал, меня не грузи. Наталья, ну, давайте мы не будем об Александре в третьем лице рассказывать. Он присутствует у нас в студии. Я думаю, что он сам расскажет. Вот как вы отреагировали на предложение жены усыновить ребенка, взять чужого ребенка в семью? Ну, как это было? Расскажите свои эмоции, вспомните, как это было? Ну, в принципе, спокойно я вас принял, потому что уже, как бы, опыт воспитания был. И мы собирались брать новорожденного, вот, такого маленького для начала, вот, для себя. Ну, и мама у нас прошла курсы приемных родителей. То есть это еще и обучение, насколько мне известно, да? То есть как это проходило, сколько по времени, и что, собственно, дальше-то? Ну, курсы проходят в течение двух месяцев. Это приходишь в опеку, берешь пакет документов, направление, получаешь на, именно на обучение в школу приемных родителей. Это обязательно. В школу приемных родителей. Сначала, вы знаете, когда приходишь туда и сидишь там какое-то время, кажется, что это все бестолковое. Именно в тот момент какие-то рисования, какие-то кружочки, какие-то тесты, ну, непонятно для чего. Сказала бы, я уже мама, да, я у нее воспитываюсь. Очень многие сидят и вот не понимают, зачем. И у меня было такое, что зачем я сюда пришла, и что вообще я здесь делаю? Понимание, когда пришло? Ну, именно в процессе обучения я думала, зачем мне это все надо? Но к тому моменту, когда уже начали появляться дети, когда я стала все это прокручивать в голове, я поняла, что это необходимо. И необходимо, и даже многие обижались, когда наш драгоценный психолог Нина Петровна, которая проводила вот этот курс, она говорила, что вот так вот, вот такие сложности, вот это, вы знаете, она не то, что старалась, все думали, что она отговаривает, а она не отговаривала. Она именно хотела, чтобы, ну, люди поняли всю негативную сторону этого, потому что позитивная, она сама прилепится, а когда негативная, чтобы люди не возвращали детей. Да, потому что когда я начала сталкиваться с какими-то вопросами, я поняла, что я это уже слышала, и я знала, как выйти. Как реагировать в историю ситуации, да? Да, я знала уже, как выйти из этой ситуации, и я говорю, это очень много, значит, хоть на первый взгляд кажется, что это бестолковое времяпровождение. Многие, которые приходят и уходят, даже в середине курса, встают и уходят. Думают, зачем я тут сижу, вот время там трачу на какие-то там рисовалки непонятные. Ну, это действительно, это база, которая заложенная, она идет и она помогает. Хорошо, вы взяли первого ребенка, дальше что? Что было потом? Как начался сам процесс адаптации, воспитания, и когда произошел вот этот щелчок, что да, я хочу еще ребенка одного, второго, третьего? Я скажу нашим уважаемым телезрителям, что у семьи Медведковых шесть приемных детей. Так вот, давайте по порядку от первого ребенка к последующим, Наталья. Первый ребенок. Когда я закончила курсы, получила заключение, собрав все документы, я, естественно, как и все, поехала в департамент вставать на очередь. Я приезжаю, девочка от нуля до трех. Говорят, нереально. Сразу. Ну, это понятно, потому что все хотят девочку с бантиком в рюшечках посадить в коляску и поехали. Без вопросов, без этого. Я прошу прощения, сразу обозначу вопрос. По вопросам здоровья у вас были какие-то ограничения? Либо нет? Вы готовы были взять и ребенка с инвалидностью? Я на тот момент конкретно не рассматривала именно, что я буду искать ребенка с инвалидностью, но я не отметала того, что я возьму любого ребенка. Графы ВИЧ-гепатита у меня стояли, что я буду принимать таких детей в семью. Поэтому мне было проще с этим, но однако же мне все равно сказали, что детей нет, на очереди стоять придется. Я пошла другим путем. Я залезла, естественно, в базу данных усыновите.ру и начала там разыскивать себе ребенка. То есть не ограничиваешься нашим городом, областью? Да. Так как я человек верующий, я сказала, господи, пошлешь в Петропавловск-Камчатский, поеду. Но получилось не Петропавловск-Камчатский, а всего лишь Омск. Чуть-чуть поближе. Позвонила, сразу ответили. Несколько звоню, не отвечаю. То есть нет ребенка, то забрали, то рассматривают, то еще какие-то юридические. И тут Омск отвечает. Да, у нас есть эта вот девочка. Два месяца. Приезжайте, когда можете приехать. Звонила я в 2 часа вечера, в 6 часов вечера я уже взяла билеты в Омск. На следующий день я уже сидела в поезде. Со своей 70-летней мамой на тот момент, ей было 70, она у меня поддерживает мои все эти, и поехала со мной так как папа. То есть Александр остался с детьми, да? Да, он остался с детьми, он работал, и поэтому оформляла на тот момент опеку я только на себя, потому что если нужно вовлекать папу, значит надо ехать вдвоем. То есть это все-таки опека, не усыновление, да? Нет, это не усыновление, это даже не опека, а приемная семья. Мы считаемся не опекунами, мы считаемся родителями. У нас прописано удостоверение, где написано приемный родитель. Опекун – это вот бабушка, тетя, это вот как бы опека. А приемная семья – это именно вот родительство, где мы полноправно считаемся мамой и папой. И отстаиваем ребенка именно, говорю, не как опекуны, а именно как вот родители. Ну вот скажите, пожалуйста, наверное, самый главный вопрос, которым задаетесь вы, приемные родители, ну вот как мне кажется, смогу ли я полюбить чужого ребенка? То есть желание есть, но и есть в то же время огромный страх. Вот, Александр, как произошло в вашей истории с этим? Ну, во-первых, это решение приходит на общем семейном совете. То, что, во-первых, мы посоветовались со старшими детьми. Да, то есть скровными детьми все-таки были советы. Да, посоветовались, как мы вот хотим взять ребенка в семью из детского дома или там с заведения. Все-все одобрили. Так что, ну это настрой должен быть у человека вообще. Если ты собрался взять ребенка чужого, пока что, как говорится, в семью, это должен быть настрой. Это в душе должен быть настрой. Не просто так вот. Потому что если, мы считаем так, если мы берем ребенка в семью, мы не имеем права его вернуть обратно. То есть у вас не было желания за всю историю вернуть в госучреждение? Ну это как? Это что, игрушка какая-то вот? Вот Милена... Однако же факты есть такие, они очень много возвращают. Факты есть. Вот поэтому... Причем возвращают как? Неделя-две ребенок в некоторых случаях только начинает привыкать, только начинает верить, адаптироваться, отдавать свою любовь. Но нет, не подошел, пожалуйста, назад. Вот поэтому надо настраиваться, какой бы ребенок в психологическом данном не был, его надо любить, какой он есть. И ни в коем случае не дать, как у нас вот Милена, ее шесть или семь раз возвращали. Девочка вам поверила? Ну, девочка поверила, но она получила такую психологическую травму за этот момент, что до сих пор вот это вот, ее вот психически, она действительно как бы имеет диагноз психиатрии, именно не умственная отсталость, а именно психическое нарушение. Это, конечно, все связано вот с ее вот этим вот. Взяли-отдали, взяли-отдали. Она первое время вообще не понимала, кто мама, кто не мама. У нее были все мамы. Она подходила на улицу к любой, спрашивала, а ты моя мама, я к тебе жить пойду. Конечно, меня это немножечко нервировало, потому что гуляешь с ребенком на площадке, она подходит к чужой тетеньке, обнимается, говорит, ты моя мама, я к тебе пойду жить. Потому что она не понимала, что она думает, вот это мама, вот это мама и вот это мама. Вот эти, конечно, трудности. Когда перешел момент перелома вот этот, когда она стала относиться к вам, как к маме, к вам, как к папе, и когда она приняла вас в свое детское сердце? Ну, я даже не могу сказать. Сколько времени прошло? Ну, года два точно. Приличное, да? Да. Время все-таки. Восемь возвратов. Восемь. Ребенок не понимает, что мама должна быть одна. Вот девочки первые, которые пришли к нам в младенческом возрасте, эти дети, я как вам могу сказать, мы их родили. Мы родили их. Я не могу, для меня это настолько болезненная тема, когда я думала о том, что мне придется им рассказать, что они приемные. Для меня это настолько накрывало, я столько раз приходила в опеку и говорила, как, как. Ну, Наталья Анатольевна, ну, вам придется с этим столкнуться, иначе им скажет кто-то другой. Вы понимаете, я говорю, я понимаю, но они же какие они мне приемные. Я родила этих детей, я их родила. Ты не из моего животика, ты из моего сердца сказала. Один раз в одном интервью многодетная мама, но тем не менее, вот важно ведь быть честным. Ребенок должен знать, что он приемный с момента появления в семье. Вот она, это правда, не должна, мне кажется, обрушиться на его голову от чужого человека. Но это лично мое мнение, Наталья. Вот как вы считаете? Ну, и мое мнение такое же, потому что действительно мир наш жестокий. Вот Женя, она взрослая девочка, она пришла в 12 лет в семью, и когда она в школе находится, там же знают, что ребенок приемный, да? Это же не скроешь, так же и в садике знают, в школе. Она сколько раз сталкивалась, ты сиротка, ты такая-то. И вот они начинают говорить, и естественно, что люди есть злые, которые хотят вот насолить даже ребенку, несмотря ни на что. И поэтому ребенок должен быть готов. Вы могли подобрать слова, вы нашли эти фразы, что вы сказали? Мы нашли эти фразы, получился такой момент, что сноха была беременная внуком, вот нашим первым внуком, она была беременная, они ходили вокруг нее, слушали там. Мама, а вот как мы сидели у тебя в животике? Я тут поняла, что уже как бы настал момент, что вот этот самый момент, когда нужно сказать им, им было 4 года на тот момент, и я сказала, говорю, девочки, вы в моем животике не сидели. Я говорю, вас нашла, вас родила другая тетя. Она вас родила, говорю, в больнице. Говорит, а почему она нас родила? Я говорю, ну она вас родила для меня и для папы, потому что мы уже не смогли родить еще, чтобы у нас животики были. Нам вот пришлось обратиться в больницу, а там была тетя, которая вот вас родила для нас. Мы пришли, вас нашли и были очень счастливы, вы наши дети. Знаете, на тот момент им было по 4 года, потому что девочек мы взяли в Омске, мы поехали за одной, привезли оттуда двух младенцев. Получилось так, что мне показали, говорят, возьмите на выбор либо вот эту, либо вот эту. Там было две девочки двухмесячного возраста. Я смотрю и понимаю, как вы говорите, щелчок, тут не щелчок был. Когда я смотрю и понимаю, я же приехала за одним младенцем, а тут их два. Звоню мужу, говорю, слушай, говорю, так и так, вот здесь есть девочки, говорю, две, одного возраста, он говорит. Ну давайте послушаем, что Саша скажет. Обе нравятся. Вы помните, да, тот момент, Александр? Да помню я. Как отреагировали вообще на звонок жены и на ее фразу? Ну дали на выбор, как мне жена сообщила. Я говорю, как это на выбор? Это что, говорю, в магазине что-то покупаем? Я говорю, ну я тебе, говорю, нравятся обе, я говорю, ну забирай, говорю, чё? Да, что значит нравятся? Будем воспитывать, говорю, есть все так и... Ведь бывают такие ситуации, и я как бы учитывая все, я сказала, ты уверен, он сказал, забирай обеих. И тут, знаете, у меня спала гора с плеч, потому что я поехала за одной, а вторую я как бы внутри понимала, что я ее взять не могу. И тут мне муж сказал, забирай. Я рыдала от того, что я могла оставить этого ребенка. И когда сейчас вот им уже 5 лет, и я понимаю, что как это так, вот она бы была не моим ребенком, и она бы там осталась. Наталья, вы знаете, я сейчас хочу прерывать наш с вами диалог. У нас есть сюжет про Наталью Кожаеву. Я знаю, что вы знакомы, что это тоже многодетная мама, да, и что вы делитесь между собой какими-то опытами, возможно, секретами воспитания. Давайте послушаем и посмотрим историю их семьи. Наталья Кожаева приемная мама семерых детей. Пятеро из них серьезной формой инвалидности. Обретение каждого – отдельная непростая история. Если бы Наталья не появилась в жизни, например, маленькой Ани, девочки, скорее всего, уже не было бы в живых. Остальных ждал пансионат для инвалидов. Это невозможно объяснить. Это где-то внутри. Я вот вижу ребенка, я понимаю, что вот этого ребенка я подниму. Вот этот ребенок будет жить самостоятельно. Вот этот ребенок не пойдет в дом престарелых. При всей неординарности этой истории Наталья совершенно не склонна к лирике. Она не пытается подобрать красивых слов, чтобы описать свою подвижническую миссию или чтобы вызвать сочувствие. Давай, считай. Один, два, три, четыре. Сколько? Сколько? Пять! Четыре. Трудности, которые неизбежно возникают с приемными детьми, в одиночку решать практически невозможно. Сотрудники органов опеки – частые гости в этой семье. Их хорошо знают дети, им можно позвонить по любому вопросу. Как только первые дети появились в семье, мы как бы жили здесь, да, общались тесно, потому что понимали, что в любом случае речь идет о судьбах детей. На этом фоне подружились, стали тесно общаться, стали ближе. Если у нас реально хорошие люди, если у нас реально люди, которые на своем месте, которые реально переживают за этих детей. Меня иногда задают вопросы, вот пишут, а как ваша опека относится, вот кто-то, например, хочет привезти из другого региона, а ему в опеке говорят, типа, ни в коем случае, вот иди у нас бери. А человеку приглянулся там ребенок, а вообще где-то там в Магадане. Я говорю, меня ни разу в этом не упрекнули. Своих детей Наталья находит в разных регионах. На принятие решения иногда требуются минуты. В детских домах ей почти всегда говорят, что она сумасшедшая, и что из них уж точно ничего не выйдет. Между тем, когда-то прикованный к инвалидному креслу Вова поступил в институт в Москве. Лиза прекрасно поет, Степа учится в школе, а Аня начала ходить и говорить. Мы продолжаем разговор. Сегодня гости программы Наталья и Александра Медведковы, многодетные родители. Наталья, Александр, вопрос, может быть, прозвучит непросто, но тем не менее я хочу задать его вам, честно, открыто глядя вам в глаза. Скажите, пожалуйста, вам зачем нужно было усыновлять, брать в свою семью шесть приемных детей, казалось бы, есть свои, кровные, финансовая поддержка? Многие говорят о том, что да, на детей выделяются неплохие суммы, и вот якобы ради этого приемные родители их берут. Вам это зачем? Очень обидно слушать вот такие вещи, когда говорят, что детей берут за денег, потому что, когда собираешь пакет документов для органов опеки, там прописано должно быть, что на ребенка прожиточный минимум, включая каждого ребенка кровного, плюс мы родители, плюс у нас должно быть столько средств, чтобы мы без их пособий могли детей содержать. Это первое. Если у меня есть эти деньги, чтобы содержать приемных детей, зачем мне их брать, когда можно спокойно вырасти в своих, жить свободной жизнью, гулять, ходить по магазинам, спать по ночам, не лежать по больницам, не вытирать сопли. Я думаю, что денег хватает, потому что, я не знаю, говорю, это миф, то, что вот за денег. Но тем не менее, Александр, вы работаете, получается, один. Наталья, да, вы сейчас занимаетесь детьми домом. Ну, я же получаю зарплату как приемный родитель, это же тоже плюс идет к тому, что... Ну, то есть я хочу спросить, хватает ли вам вашего семейного дохода, чтобы содержать детей, Александр? Вот вы как отец, вы справляетесь с обязанностями? Да, конечно. Я работаю на предприятии, а у РКЦ «Прогресс» с лесарем уже давно, довольно-таки. Зарплата достойная, так что нам хватает. Ну, вот одно из тем, о котором мы заявляли с вами, когда общались по телефону, вы сказали, что вы очень любите путешествовать, очень любите отдыхать. То есть хватает средств не только на жизнь, но еще и на отдых, да? Расскажите об этом, как вообще вы его организовываете? Вы ездите на автомобиле, на поезде, ведь очень много ваших семейных лет. Это в семье давно заведено, когда еще трое наших окровных детей было, мы каждый год выезжали. То в Тамбов, то в Казань, то на море. Так что каждый год у нас, в принципе, на каникулах дети проводили нормально, отдыхали. То есть отдыхали, оздоравливались, да? Да, в лагерь брал путевку, потом у меня отпуск, мы выезжали куда-то. Так, на природу выезжаем. Обязательно выезжали. Ну вот пандемия, наверное, скорректировала все-таки, да, планы. Тем не менее, как будете отдыхать? Так, планы в этом году пандемии нам. У нас были куплены уже билеты на 12 июня. У нас у папы отпуск июня, мы должны были выехать уже 12 июня, где-то практически на месяц на море. И получилось так, что нас не выпустили. Мы слезно сдали билеты. Но на данный момент мы подумали, что папа у нас сейчас выйдет после отпуска месяц, поработает, получит зарплату. Спасибо, конечно, президенту за его вот эти вот хотя бы небольшие деньги, которые он сейчас на детей перечислил. Мы их еще не получили. Но как раз к тому моменту, я думаю, мы все-таки выйдем. Мы поехали уже и опять купили билеты. 23 августа мы планируем выехать. Я надеюсь, больше никаких пандемий, потому что детей надо вывозить на море. Дети в любом случае с ослабленным иммунитетом, потому что действительно они вынашивались у мам, которые на тот момент не следили за своим здоровьем. И в любом случае сейчас это проявляется. Вот как раз вы натолкнули меня на вопрос о наследственности. Как вот лично вы относитесь к этой категории плохой наследственности, которую, я думаю, боятся все приемные родители. Вот вам не было страшно, да? Нет, мы не считаем, что это есть на самом деле. Это тоже миф. Миф, да. Потому что вот смотрите. Есть генетика. А как же генетика? Вот у меня один ребенок, я не буду говорить, кто. У меня один ребенок, у нее, я определенно точно знаю, бабушка, профессор философии, которая преподает в ВУЗе философию. Откуда взялась у бабушки профессора, дочь, принимающая наркотики? Откуда она у нее взялась? Какая там генетика? Это совсем не обязательно. Ну, я считаю, что это здесь вопрос не совсем генетики, а воспитания. Вот и я так же считаю. Атмосфера в семье какая, какой настрой. Ну, это от родителей все равно, от общества, которым общаются дети. Вот от этого происходит все. Александра, Наталья, да, вы сейчас для своих детей, родителей, они вас все называют маму, папу? Да. Все называют. Вот есть такое мнение, что детей не надо воспитывать, а личным своим примером показывать вот все то положительное, что ты хочешь, чтобы ребенок принял, впитал. Вот какие лично вы положительные примеры показываете своим детям в семье, в работе, в жизни, на том же отдыхе? Ну, какие положительные примеры? Они же живут в семье, они видят. Знаете, я всегда сплачивала семью, начиная с тех моментов, когда у меня мальчики-погодки начинали драться между собой. И я все время им говорила, вы, братья, никогда, выходя на улицу, не поднимайте друг на друга руки. Вы можете подраться дома за закрытыми дверями, чтобы этого никто не видел. Захотели там, ну, дети же дерутся, там, растут. И они уяснили это. Мои дети никогда не дрались. Хорошо, какие вы положительные примеры, как отец показываете? Ну, во-первых, в семье надо все делать совместно. Так что, если мы выезжаем куда-то на ту природу, костер разжечь, там, палки собрать, что-то все делаем, даем задания. Строитесь вместе. Да, вместе. Я что-то делаю, делают все, и, соответственно, как-то... Ну, в семье должны все делать вместе, мне кажется так вот, наше вот мнение. Ну, соответственно, и уборка дома, так же, и кто-то посуду помоет, кто-то уберет, кто-то... Дети видят, и вот как-то примером вот этим вот показываешь. Показываешь. Вы знаете, я сейчас хочу еще обратиться к Наталье Кожаевой, а также в нашей программе моей коллеге Ольге Шелест. Право на маму. Эта женщина сказала, ну, такую достаточно емкую фразу, я хочу сейчас ее послушать, чтобы послушали обязательно вы, конечно, вы, уважаемые телезрители. И вот ваше мнение на этот счет. Давайте послушаем комментарий. В какой-то стране проводилось исследование. Взяли группу людей, одели на них очки, которые проецировали все изображение в перевернутом виде. То есть тарелка супа была не здесь, а вот здесь. Ну, как, впрочем, и все остальное. Вот. И они на протяжении длительного времени, они жили в этих очках. Вот. И первое время они там спотыкались, они там бились обо все, да. А потом прошло какое-то время, они научились с этим жить. Вот дети в детском доме – это дети, которые научились жить в перевернутом мире. Курить в 12 лет – это нормально. Иметь близкие отношения с молодым человеком в 12 лет – это запросто. Любить родителей, которые их предали – это само собой разумеется. Ребенок научился жить в перевернутом мире. И когда наши вот эти дети из детского дома опять попадают в семью, они вновь учатся жить снова в перевернутом мире. Резюмируя наши разговоры и подводя итог, хотелось бы спросить ваше мнение, чтобы вы посоветовали семье, которая решилась усыновить ребенка. В первую очередь это должно быть согласовано между мужем и женой. Это первое, что это должно быть. И обязательно это должно быть согласовано с детьми, которые могут согласовывать на тот момент. Потому что даже родители должны учесть моменты маленького ребенка, если он не может принимать решение на данный момент. Потому что родители должны понимать, что придет новый член семьи, и они должны абсолютно быть уверены в том, что тот ребенок нормально и правильно отреагирует. Потому что это будет большой проблемой, если либо старший ребенок или дети скажут, а зачем нам это надо, в итоге вот тебе надо, и ты сама этим занимайся. Также может маленький ребенок отреагировать, что он будет ревновать маму к ребенку, и мама возьмется за голову, скажет, а зачем мне это надо было, у меня было все хорошо, было прекрасно в семье. То есть не подаваться эмоциям все-таки, да, принять решение с холодной головой, Не обязательно коллегиально муж с женой, да? Надо рассмотреть все нюансы, потому что действительно есть дети, которые не хотят младше, что это мама захотела с папой, там, братик или сестренку, а ребенок не хочет. Даже рожденного мамой, а тут приемного привели, и ребенок может начать устраивать протесты, и будут такие истерики, и мама говорит, действительно возьмется за голову, скажет, был прекрасный мир, прекрасная семья, а тут теперь получился кошмар. Это действительно кошмар, когда вот такое происходит, и поэтому часто бывают возвраты. И этих людей нельзя как бы обвинить в том, что они вернули ребенка, потому что это действительно очень сложно, но это нужно учитывать заранее. Александр, что вы скажете? Этот шаг должен быть осознанным, не просто так вот спонтанно, это все захотели, мы пошли, отучились, и, как говорится, это надо все за и против взвесить, потому что, ну, на самом деле, когда не было ребенка в семье, и даже ребенок, какого возраста смотря, опять же, если 12 лет, у нее уже сверновшаяся психика, и очень тяжело, когда у нас вот Женя пришла к нам в семью, она, а зачем мыть посуду? Ну, потому что в той семье не было такого, не заставляли. Зачем делать это? А зачем там стирать, например, вещи? Можно и не гладить. В принципе, отдел и пошел. Там никто за ребенком не следил. И когда объясняешь это вот, ну, почему ты же все-таки девочка, должна быть красивая, должна с собой смотреть. Это хорошо, если поняли с первого раза, а если со второго не дошло, с третьего, с четвертого? Ну, стараться надо объяснить ребенку. По шагу. По шагу, да. Идешь маленькими шагами. У нас тоже много. Мы где-то года полтора ее в порядок. Потому что... Как вот Наталья Кожаева сказала, переворачивали этот мир. Переворачивали, потому что действительно ребенку 12 лет, это уже пройденная жизнь какая-то, сложившиеся уже свои стереотипы, как жить. и это действительно пришлось вот с этим столкнуться. Она плоховато учился, научиться хорошо. Это также заслуга. Какие еще успехи есть у ваших детей? Вот если вкратце, мы заканчиваем. Раньше она не любила маленьких детей, она все внимание себе. Почему это? Я должна, ведь меня взяли, теперь она... Вот Вероника у нас самая младшая, она души в ней не тянет, не тянет. Она занимается со всеми детьми, и не то, что так вот с одной там, со всеми. Организуется с рисованием, какими-то играми, так с ними гуляет на улице. Это большое достижение, потому что действительно у нее прям было. Ваша родительская, да? Ну что же, спасибо вам большое. Наша программа выходит во преддверии православного праздника Дня любви, семьи и верности. Хочется пожелать вашей семье, конечно же, любви. И чтобы вы любили детей, и они отвечали вам той взаимностью, которой вы дарите. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город Эс. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова